друзья всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут яна и у нас с вами мукбанк наконец-то я снимаю я уже сама соскучилась но все как-то времени нет всем собирается кушать есть приятного аппетита давайте трапезничать вместе у меня сегодня селедка под шубой я опять-таки захотел я один раз говорила что я любитель селедки под шубой это можно сказать один из моих любимых салатов вот как-то так не знаю очень ровно красиво но что есть что то есть уже миллион раз я рассказывала как ее готовлю давайте начнем ягдолодная отменно немножко конечно тарелочки не очень чистая вот все как у меня есть три корочки хлеба это батон французский общем я его когда резала вот смотрите как он порезал с ножом смялся короче он был когда свежий был пышный ну да ладно и у меня крылья куриные крылышки вот ну вы видите не знаю кому как но я люблю крылья куриные из всей курицы я люблю куриные крылья ах селедочка как я по тебе скучала у меня здесь тарелка буду сюда крылышки складывать и косточки а еще есть вот такой вот макать это помните у меня соус для хот-догов по типу горчицы ну и пью как обычно чай не видно вот знаете на самом деле тяжело снимать мубанги где надо руками сейчас это придется есть руками руки будут грязные ну ничего страшного вот казалось бы да селедка под шубой ничего такого а как вкусно я ее вчера сделала вечером и сегодня уже вечер ну короче я дала ей пропитаться так ну что возьмем крыло 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 я их не разделывала вот такие мне крылышки можно было конечно так вот разломать ой да яна убери ты вилку не понтусь и ну вы поняли да вот на три части так сказать как делают во всяких там кфс и так далее но я не стал так делать я не люблю тут вот такая фигня черная попытается я стараюсь убрать да вчера жарила рыбу но не стала снимать такую мукбанг потому что я люблю рыбу вообще люблю особенно соленую там какую-нибудь копченую но я не снимаю такой мукбанг потому что я очень скрупулезно ее там раздел вы даже тот же самый минтай где практически нет костей вот про эти я нитки говорю вот какие-то черные я не знаю что это но мне это вообще не нравится я кости там выбираю вот прям знаете до самого-самого этого короче боюсь костей пропеклось все великолепно зачем вот так со стороны посмотрю что она там выбирает в этих крылышках а вот мне не нравится эта фигня отходит от косточки вот как тут разговаривать тут есть надо а не разговаривать вкусно получилось я запекаю в пакете я прям со всем блюдом пришла такая молодец с селедкой люблю люблю до нового года еще долго поэтому можно и селедочки поесть я почему нюхаю я в тех видео рассказывала что у меня нюх пропал обоняние да и мне кажется что я начинаю чувствовать ну не сильно еще но мне кажется что то я начинаю чувствовать это прям вообще у меня около пяти дней не было мужа у меня так же я опять про тоже про те же эти ну я обещала что буду держать вас в курсе событий говорила да что анализ на антитела у мужа показал EM и G отрицательные но симптоматика очень похожа и у меня заболела Ева позавчера вечером у нее была невысокая еще температура 37 метров вчера уже 38,5 сегодня 38,2 выживала вчера врача все обычно все стандартно я вызываю для того вот для школы потому что справка потом нужна будет с какого по какое число ребенок болел ну а лечение оно стандартное ей тоже выписали орбидол прямо сейчас всем орбидол выписывают у нас в Челябинске весь орбидол куда-то исчез нету нигде а моя родственница жена моего брата у которой корону подтвердили она вот как раз таки столкнулась с этим всем беспределом про который пишут в новостях о нем говорят что все хорошо а на самом деле то не все так радужно у нее 10 дней была температура вот как она ушла на больничный к ней никто ни разу из речей не пришел ей даже лечение не назначили она звонила в поликлинику добивалась дайте мне хотя бы ну лечение выпишите чтобы я могла начать какое-то лечение антибиотики выкупить потому что их без рецепта не продают короче дурдом в итоге по моему вчера только лишь вчера когда у человека уже 10 дней была температура к ней приехали из Роспотребнадзора ну выписали ей это предписание и должны будут приехать на следующей неделе в понедельник по моему взять еще один мазок там же потом как-то два отрицательных должно быть ну и у ребенка потому что ребенок ходил в садик ну как-то так я хочу не знаю сам факт что никто к ней не пришел никакого лечения не назначил и ей сегодня позвонили только из поликлиники сказали вы нас извините ля-ля-та-па-ля она говорит ага извиняю ой дурдом короче говоря на выезде так что вот орбидо выписывают всем всем подряд стоит зараза дорого конечно вообще это у нас в новостях писали у нас в Челябинске орбидол исчез и градусник ртутный смешно весной мы маски не могли купить эти в руки обрабатывать антисептики ржака 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 так что-то я уже наелась я вообще хотела голени но их не было в магазине поэтому муж купил мне крылья в смысле не мне я одна от этого съем конечно вот это люблю но сейчас вот обгладывать тут сильно не буду потому что я все-таки снимаю видео какая-то волосина ко мне прилипла е-мое а еще дома жарко короче у нас невозможно на улице у нас 19 градусов представляете вчера и сегодня вообще просто офигеть для октября для нашего региона это просто сказка тепло реально вчера я даже видела люди в футболках в нем ходили ну а сегодня ветрено даже МЧС смс-ку прислал что ну предупреждение что ветер такие пираги да ну и все я думаю уже такой теплой погоды не будет у нас батареи жарят шпарят окна открыты ну я сейчас закрыла окно поэтому у меня вообще капец жарко потому что дорога рядом будут шумы посторонние такие дела пишите вопросы я сегодня хочу ответить на один из вопросов от моей постоянной зрительницы от Веры Мушаковой Вера вам большой привет большое спасибо что смотрите пишите комментарии мне это очень приятно и вообще хочу сказать всем большое спасибо кто смотрит мой канал я вот снимаю ради вас иногда у меня бывает такое что все я не буду больше снимать эти мукбанги кому это надо кому это не надо в общем ну бывает такое упадническое настроение но благодаря вашим комментариям вашей сказать так поддержки я продолжаю снимать правда мне очень нравится формат мукбанг я никогда не думала что я буду сама снимать мукбанги но мне этот формат вообще идеально подходит потому что я люблю поболтать так я другие вопросы тоже фиксирую Вера спрашивайте меня какие сериалы смотрите в последнее время или может просто какие то можете посоветовать интересные которые вы когда то смотрели и вам понравилось я так скажу я практически не смотрю сериалы вообще ну как я вру не смотрю я смотрю русский роман канал кто смотрит ставьте лайки у меня муж ухохатывается с меня а там целый день идут вот эти вот мы нарыльные мелодрамы про любовь ну не только про любовь бывают интересные фильмы вот эти наши русские российские вот такие вот фильмы я смотрю они там как сериал они иногда по пять часов идут там один фильм вот мне такой формат нравится всякие знаете склифосовский мне вот нравился сериал мажор я смотрела хотя мажор потом там уже последний сезон что-то расфигачили ммм всякие типа Ольгу я на ТНТ смотрела ммм ну короче то что по телевизору идёт я думаю многие знают а так и то это не всегда а вот так чтобы сесть смотреть какой-то сериал в интернете нет я практически ничего не смотрю что я смотрела и мне понравился сериал я его правда так и не досмотрела мне просто нет времени смотреть я не могу так просто сесть и посмотреть а сериал манифест ну это такое так сказать ну фантастика короче говоря хотя я не очень то люблю вот фантастические всякие знаете такие вот неправдивые так сказать фильмы но тут я где-то то ли рекламу я увидела я даже не знаю откуда я про этот фильм узнала но сам факт того что я его я его нашла в интернете и начала смотреть короче это про самолет короче короче слово паразит который там взлетел и прилетел через пять лет только там уже родственники все ну все новые семьи посоздавали все там людей похоронили которые на этом самолете мы и он прилетел через пять лет ну те кто в самолете летели но они не поняли что пять лет пришло и вот там начинается мутотень они вот эти вот пассажиры этого рейса начинают там с ними начинают происходить всякие мистические вещи по типу они начинают слышать какие-то призывы голоса и т.д. и т.п. ну короче кому интересно ну там это в интернете можно загуглить посмотреть тоже два сезона было один сезон я посмотрела потом целый год ждала нового сезона второго но я его так и не досмотрела потому что почему-то бесплатно его не было в сети а за деньги как бы я думаю ну нафиг мне надо хотя очень хотелось посмотреть я наверное серии 3 или 4 не досмотрела чем бы там это все дело закончилось ну такой знаете средничковый сериал по формату я имею ввиду там игры актеров и все такое но вот мне сюжет понравился похоже на фильм забыла как называется в общем остров живых или что-то какой-то необитаемый ну короче что-то такое вот из этой темы и все больше я как-то какие-то сериалы я не смотрела игру престолов или битву престолов я даже не знаю как правильно у меня муж смотрел прям безумно ё-моё я вообще ни одной серии не видела вообще он говорит вот ты если бы посмотрела тебя бы потом так затянуло ну не знаю что-то я его как-то не смотрела поэтому я даже ничего не могу посоветовать ну может быть вы мне наоборот что-нибудь посоветуете какой-нибудь сериал хотя я говорю мне да мне просто некогда смотреть ну вот этот манифест надо кстати сейчас я про него вспомнила надо вы посмотреть может быть я смогу досмотреть его а так говорю я всякую фигню смотрю по типу Ольга физрук поняли короче кухня ххх ххх ххххххх Мне очень весит, когда В сериале вот эти вот сезоны, да, придумывают Приходится ждать выхода Короче, я объелась Да, у меня была влажная слофетка Вкусно, но За руками перебирать не очень На камеру Так что Кто вот любит такие всякие Вот манифесты Оперы мне в принципе понравился И Может быть вы мне, говорю, посоветуйте Ну, может быть что-то подобное А так я вот не любитель Я не очень люблю в кинотеатры ходить Не знаю Раньше по молодости ходили, конечно Сейчас бывает ходим, но редко Ну, сейчас-то понятно Времена не те Вкусно Вкусно Вкусно-вкусно-вкусно Надеюсь Ой, боже мой Ногу отсидела Короче говоря Короче говоря Люблю вот Какие-нибудь Помню еще какой-то я фильм смотрела То ли Ключ, то ли еще что-то Там было несколько комнат Там надо было найти какой-то ключ Ну, что-то такое вот С таким вот сюжетом Ой, и она объелась Вчера начала Тут вот шкаф разбирать Блин, устала И все, и забросила Сегодня ничего не делала Вчера весь день просидела Ждала врача Врач Только пришел уже в сон часу Для Евы Вот такие дела Вот такие дела Дела Пишите вопросики Не знаю Пишите что-нибудь Какие сериалы мне посмотреть Наподобие вот этого вот Манифеста Так сказать А я пойду посмотрю Кстати, появились серии или нет В общем, на этом я буду заканчивать свое видео Кому понравилось Обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Нажимайте на колокольчик под видео Чтобы всегда быть в курсе Когда у меня выходят новые видео Кому не понравилось Ставьте дизлайки Всем приятного аппетита Всем пока-пока И до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok